Родными и друзьями на даче, которая стала излюбленным местом встречи и воздуха. Самая любимая традиция – запечатлевать историю семьи на видео и фото. А самое любимое занятие – рассмотреть эти видеосюжеты и фотоальбомы, которых столько, что смотреть и не пересмотреть. Уфе в будущем пополняются ваши фотоальбомы и видео в архиве только счастливыми и радостными событиями. Мы попытались составить ваш целью в архиве. Он, Николай, воплощение мужского начала. Она, Валентина, воплощение женского начала. Он сильный, волевой, решительный. Она красивая, всегда нарядная и улыбающаяся. Он, трудяга, работяга, презирающий лень и лентяй. Она любит вкус на готовность, на крыльности и красиво накрыть столы. Он справедливый, принципиальный и веселый. Она, как истинная хозяйка, умеет создать красоту и уют в доме, и поддерживает в нем порядок и чистоту. Он пример любви к родительскому дому и пример истинного исполнения сыновья Домида. Она, зовут Валентина, нежная жена, мама, бабушка и бабушка. Он – непререкаемый авторитет для детей, внуков и травм. Ну а вместе вы – одно неразделимое целое. Позитивные, активные, добрые, гостеприимные, зажигательные, веселые, открытые в сердце, молодые душой, любящие землю, на которой родились и выросли, и любящие людей, которые окружают вас, любящие свою родину, простите. Одним словом – классные. Ура! По признанию Николая Петровича, ваш дом и ваша семья – это полная чаша любви и счастья. А секрет такой счастливой семейной жизни – просто с любовью идти по жизни. И пусть этот секрет любви и прочности Союза передается по наследству. Именно благодаря таким семьям, как ваша, развивается и креплый государство. Вы – достойный пример для подражания. Вы – гордость Крыма. Я думаю, что вы все со мной согласитесь. Есть еще одна традиция для певеляров. Прошу вас подойти к стойку и испить бокалы к счастью. И пусть всегда звучит «Любимый» и «Любимая в ответ». «Любимая в ответ». «Любимая в ответ». «Любимая в ответ». АПЛОДИСМЕНТЫ Папа, где твои ораторские способности? Все, свои радости? Ораторские способности! Ораторские способности! Ну скажи три слова хотя бы. Вся радость это моя жизнь, которая прожит на недаром. Я радуюсь своим правнукам, внукам, детям, своим друзьям, любимым. У меня родственников своих, которые мне много... Я всех люблю! А что еще надо дать? Горжусь, что у меня есть... А жену? А? А жену? А жену? А жену? А жену? А жену? Жену такой нелюбительный. Мужчина. Считай, что она не... Не жительная. Да, видно свыше было вам судьбой дано стать друг другу половинкой настоящей. Сегодня вы их слышите еще очень много добрых, хороших слов от ваших родных и близких. И сейчас с приветственным словом от имени отдела регистрации брака города Степерополя к вам обращается Наталья Александровна. Дорогие мои регистрации, я передаю вам адрес подписанной заместителя министра юстиции. То, что здесь написано, почти все долго. А я хочу вам... Когда ты пишешь, вы такие добрые, вы такие светлые. Вы делитесь своим теплом. Меня, наверное, зала, да? Вы просто заряжаете энергией. И нам, молодые, глядя на вас, просто будет стыдно. Там, кому-то через 50, кому-то через 40 лет, не прийти сюда и не отметить свой золотой их привет. Потому что самая главная награда для каждого человека – это счастливая семья, здоровая близкая и рядом с юной человеком. Я спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ По старинному народному обучению. Эти свечи юбиляры супруги передают молодому поколению. Передавая вместе с мамой свою садочность и мудрость. Супруги решили подарить эти свечи внучке Юле. Пожалуйста, Юля. Юля? Я бы так помню? Да. Ну ты ж внучка. Внук, иди. Яна, иди тоже подходи. Иди. Про внучка пойдет тоже ж? Внуки. Дальше. Откровенно. Внуки. Хорошо. Внуки. Подпишите. Внуки. Истофету передали. Можно я? Продолжение следует...